Безымянные спасатели жизни. Список почетных доноров Ненинского округа пополнился новыми именами. Накануне состоялась торжественная церемония их награждения. Она прошла в департаменте здравоохранения. Восьми жителям региона были вручены нагрудные знаки «Почетный донор России». С героями невидимого фронта познакомилась наша съемочная группа. С радостью приходим в это отделение переливания крови и чувствуем, что действительно капелькой крови спасаем чью-то жизнь. От этого становится радость не на душе, хочется жить. Татьяна Канева – спаситель со стажем. Женщина имеет редкую группу крови, первую – отрицательную. Она помогла спасти людей не только в холодном Ненинском округе, но и в жарком Краснодаре. Говорит, что главным событием своей жизни считает день, когда была сдана первая капля. Я всегда вспоминаю свой первый день, когда я сдавала. А сдавала первый раз я солнечным летним днем в городе Краснодаре на радиозаводе. Такая была торжественная обстановка. Духовой оркестр играл, солнышко светило, все в белых халатах ходили. И доктора были в белых халатах, и мы, как работники, тоже носили белые халаты. И как-то приравнивали даже себя к этим халатам, работникам медицинским. И, в принципе, все родные, близкие стали друг к другу, радостные такие ходили весь день. Среди восьми жителей региона, которые были награждены нагрудным знаком, почетный донор России и Борис Честнейшин. Он имеет четвертую положительную группу крови. Кстати, она самая редкая на Земле и встречается только у 7% людей. Ну, захотелось, наверное, помочь кому-то. Вот и помог. Я считаю, это надо. Помогать людям. И осознавать то, что ты помогаешь. А у вас дети есть? Дети, двое, да. Двое детей. Они гордятся папой? Конечно. Почетный донор – это здорово. Напомню, что нагрудный знак «Почетный донор России» присваивается тем, кто сдал кровь не менее 40 раз и плазму крови не менее 60. Сегодня в торжественной обстановке безымянных героев поздравил начальник управления здравоохранения Андрей Апицин и заведующий отделением переливания крови Леон Миносян. Сегодня, когда обучаются вот эти знаки «Почетный донор России», я хотел бы пожелать вам, чтобы от этой процедуры вы ни капельки не теряли свое здоровье, а лишь наоборот укрепляли его. Чтобы у вас все было хорошо. Чтобы с каждой кроводачей, плазмодачей вы ощущали только перелив силы, перелив жизненной энергии. Представьте, сколько жизней спасены вами. Я считаю всегда, доноры наши именно на Крайнем Севере – это доноры, это солдаты невидимого фронта. По первому сигналу приходите, сдаете кровь, спасаете жизнь. Вы совершаете подвиг молчаливый. Каждый год список героев пополняется новыми именами. В этом году высокого звания были удостоены еще 10 жителей региона. Всего в НАУ в настоящее время 360 постоянных доноров, 157 из которых почетные. Таким гражданам предоставляется ежегодная единовременная выплата в сумме 13 тысяч рублей. Эта мера социальной поддержки осуществляется за счет средств федерального бюджета. На территории Ненинского округа предусматривается и пакет социальных гарантий для тех, кто желает стать донором крови. К примеру, единовременная выплата донору после каждой сдачи крови в текущем году составляет более 900 рублей. Помимо этого, активные доноры к данной сумме получают еще 1000 рублей в качестве единовременной выплаты.